Беседа тринадцатая. Уран свидетельствует о нем и, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною, стал впереди меня, потому что был прежде меня. Пятнадцатый стих». Не в отчеле мы пищем и пруждаемся, не на камнях лисеем, или не припутим и сверния сверстаяния нашего падают семена, я сильно беспокоюсь и боюсь, чтобы земледелие не осталось для нас бесплодным. Не потому, впрочем, чтобы я сам мог потерпеть исчерпь в награде за этот труд. Дело учтелей не таково, как земледельцы. Земледелец часто после годичных работ, после такого изнурения и пота, если земля не принесет ничего стоящего от трудов, не может ни у кого другого найти какого-либо утешения за свои труды, а со стыдом и скорбью возвращаются с поля домой, жене и детям, не имея права ни от кого требовать воздаяния за продолжительные труды. Но с нами ничего такого не может случиться. Пусть возделываемая земля не приносит никакого плода, если только мы своей стороны приложим весь труд. Господь земли и наш Господь не допустит нас остаться с пустыми надеждами, но дарует возмездие. Каждый, сказано, свою мзду примет по своему труду. 1 Коринфянам 3.8 А не по исходу дел. А что это так, послушай. И ты, сказано, сын человеческий, засвидетельствуй людям всем, не услышат ли, не уразумеют ли, Езекиил 2.5.6 И через того же Езекииля можно узнать вот что. Если страж предвозвестил, чего должно убегать и что избирать, то он избавил душу свою, хотя бы и никто не слушал его. Здесь святой златоуст излагает только мысль, содержащуюся в книге пророка Езекииля, не приводя буквально слов его. Тем не менее, имея это сильное утешение, уверенные в воздаянии за труды наши, мы, когда в деле вашего спасения не видим успеха, чувствуем себя ничем не лучше тех земледельцев, которые спинают, проливают слезы и от стыда скрываются. Здесь соучастие Учителя, здесь посещительность Отца. Так Моисей, хотя мог избавиться от неблагодарных к нему иудеев и сделаться еще более славным родоначальником другого и гораздо более многочисленного народа. «Оставь меня», — сказал ему Бог, «и истреблю их и произведу многочисленный народ от себя». Исход 32.10. Так как Моисей был муж святой, раб Божий, друг, близкий и верный Богу, но он и слышать не мог таких слов, а вела лучше погибнуть с людьми, однажды ему веренными, нежели быть спасенным без них и получить достоинство более важного. Таков должен быть водитель душ. Странно было бы, если бы кто, имея худых детей, желал лучше назваться отцом других, а не тех, которые от него родились. Так странно было бы, если бы и мы стали постоянно переменять врученных нам учеников одних на других, присвоять себе начальство то над всеми, то над другими, и не иметь никому искреннего расположения. Впрочем, относительно вас да не будет никогда таких подозрений. Мы убеждены, что вы преизбыточествуете в вере в Господа нашего Иисуса Христа, в любви друг к другу и как всем. А это мы говорим всем намерением, чтобы возбудить вас к усилению вашей ревности и к приумножению более и более добродетелей в вашей жизни. Таким образом, вы сможете проникнуть умом до самой глубины предложенного у нас учения, если то есть не чистота греховная не будет помрачать от сей разума и не повредит его зоркость и остроты. Итак, что же предложено у нас сегодня? Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стоит впереди меня, потому что был прежде меня». Многократно евангелисты выше и ниже обращается к Иоанну и в многих местах представляет его свидетельство. Но это он делает не напрасно, а очень разумно, так как все иудеи имели великое уважение к этому мужу. Иосиф приписывает даже его смерти войну и доказывает, что из-за него столичный некогда город перестал быть городом и вообще много говорит по хвалу ему, что евангелист, желая именем его приследить иудеев, часто припоминает им свидетельство Пресечи, Другие евангелисты упоминают о древнейших пророках и при каждом обстоятельстве в жизни его Христа отсылают к ним слушателя. Так, когда он рождается, евангелист говорит, «Свеже было, да сбудется речено Исаии, пророком глаголющим, все девы в отчреве примит и родит сына» Матси 1, 2, 23. Когда он подвергается злым умыслам и повсюду отыскивается с такой тщательностью, что и незрелый возраст избивается Иродом, они приводят Еремию, который говорит, «Глаз в раме слышен был, плачь и рыдание и вопль великий, Рахиль плачется о детях своих» Матси 2, 18. Когда он опять возвращается из Египта, они припоминают Осию, который тоже говорит, «От Египта воззвал сына моего» Матси 2, 15. Как другие евангелисты делают и во всех случаях, а этот евангелист Иоанн, более возвышенным, чем другие, гласом проповедующий, представляет яснейшее и ближайшее свидетельство и приводит не только от всех их и умерших, но и современного свидетеля, который указывал уже на председшего Господа и крестил его. Не с кем приводит, чтобы свидетельствам раба придать более достоверности словам владычи, но снисходя к немости слушателей, потому что подобно тому, как если бы Господь не принял вида раба, то не был бы легко принят, как если бы глазом раба не предрасположил себе слухаться рабов, то многие из иудеев не приняли бы его слова. Притом здесь устоялось и нечто другое, достойно удивления. Кто говорит о себе самом что-либо великое? Как делает собственное свидетельство подозрительным и нередко таким образом восстанавливает против себя многих и слушателей. Поэтому-то приходит свидетельствовать о нем другой. С другой стороны, большинство обыкновенно стекается на голос более привычный и сродный, а как знает его более, чем какой-либо другой, потому-то глаз неба и многое был только однажды или дважды, а голос Иоанна часто и много. Те, которые стояли выше, немощи народа, отрешились от всего чувственного, только они и могли слышать глаз выше и не слишком нуждались в голосе человеческом, так как во всем повиновались вышнему глазу и им водились, но которые еще обращались в долу, были покрыты многими зависями. Те имели нужду в голосе Мишин. Так сам Иоанн, уже вполне отрешившись от всего чувственного, не нуждался в наставлении людей, а получал научение с небес. «Пославший меня крестить водою», — говорил он, «тот мне сказал, на кого увидишь Духа Божьего сходящего, тот и есть», — 1.33. «Между тем иудеи, будучи еще детьми, и не в силах подняться до такой высоты, имели учителем человека, который однако же не свое им говорил, а возвещал вышние откровения. Итак, что же говорит евангелист? Иоанн свидетельствует о нем и восклицая говорит». Что значит восклицая? Значит, проповедует смело, свободно и без всякой боязни. А что проповедует? О чем свидетельствует и взывает? «Тейш был, — говорит, о котором говорил, придет, что идущий за мною стоит впереди меня, потому что был прежде меня. Как птицы выучивают пенцов своих летать не вдруг и не в один день вполне, а сперва выводят их только из гнезда, потому что, дав им отдых, продолжают далее полет их, на другой день прибавляют еще больше, и таким образом неприметно, мало-помалу, поднимают их на надлежащую высоту. Подобным образом, и блаженный Иоанн не вдруг возводит Иудеев горнему, но мало-помалу учит их воспарять от земли, говоря, что Христос был выше его, притечи. И то уже было немало, чтобы слушатели могли поверить, что муж, еще не явившийся к ним, еще не сотворивший чудес, превосходит Иоанна, мужа столь дивного и славного, которым истекали все и которого почитали ангелам. А между тем, Иоанн-то и старался утвердить в мыслях слушателей, что свидетельствуемый больше свидетельствующего, пришедший после больше пришедшего прежде, еще не виденный, больше известного и прославившегося. И посмотри, как разумно он произносит свидетельство. Он указывает не только явившегося, но еще прежде его явления проповедует о нем. Такой именно смысл имеют его слова. Иоанн есть, о котором говорил. Как и Матфей повесилует, что всем, приходившим к нему, Иоанну, он говорил, «Я кричу вас в воде в покаянии, мой идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его». Матфея 3.11 Но для чего он так делал еще прежде явления Господа? Чтобы свидетельство самого девичногося тем удобнее могло быть принято, когда мысль слушателей уже приготовлена была к тому, чем к слову Иоанна. И чтобы не повредил этому свидетельству, вид его уничиженный. Ведь если бы иудеи увидели самого Христа, не слышав предварительно ничего о Христе, и не получив этого чудного и великого свидетельства о нем в словах Иоанна, то убогий вид Христа тотчас бы стал в противоречии с величием его слов. А он облезся в такой смиренный, не для всех обычный вид, что и самарианские жены, и блудницы, и мытарь с большой свободой осмеливали подходить к нему и вступали в беседу с ним. И так, сказал я, если бы иудеи в одно время и услышали беседу, и увидели самого Христа, то, может быть, посмеялись бы свидетельству Иоанна. Но как они уже много слышали о Христе прежде его явления, и тем, что было говорено о нем, было возбуждено их внимание, то с ними случилось противное. Они уже не отвергли учения, судя по виду такого, о ком свидетельствовал Иоанн. Но веря уже сказанному, признали его славным еще более Иоанна. Выражая, пришедший после меня выражение, значит, имеющий проповедовать после меня, а не имеющий быть после меня. Это обозначается и у Матфея словами «По мне грядет муж», Матфея 3.11, относящимися не к рождению его от Марии, но к пришествию на проповедь. Если бы говорено было о рождении, то сказано было бы «не грядет, а пришел», потому что Христос уже родился в то время, как Иоанн говорил это, а значит, предо мною идет, что он славнее, достать химиям меня. Не думайте, что я больше его, потому только, что я прежде его пришел проповедовать. Я гораздо меньше его и так меньше, что не достоин быть в числе рабов его. Таким образом, слова «предо мною был» означают то же, что выражают иначе Матфея, говоря, «не достоин развязать ремень обуви его». А что слова «предо мною был» сказано не о происхождении его, а всевидно из «предбавления». Если бы Иоанн хотел сказать о происхождении, то «предбавление», потому что «был прежде меня», было бы излишним. Да и кто столько глуп и бессмыслен, что не поймет, что прежде его бывший есть впервые его. Если же в этом изречении, разумеется, предвечное бытие, то он значит не другое что-либо, как и слова «идущий за мною встал впереди меня, потому что предо мною был». Но в таком случае это было бы сказано нерассудительно. Не напрасно была бы приложена такая причина. Если бы он это хотел сказать, показать, то ему надлежало бы сказать, «по мне грядущий вперед предо мною есть, потому что предо мною был». Кто произошел прежде, о том по этой причине справедливо можно сказать, что он первее другого, а если один только первее другого, это еще не причина, что тот произошел прежде этого. А что мы теперь говорим, что имеем свое твердое основание? Вы все, конечно, знаете, что мысли неясные имеют всегда нужду в доказательствах, а не мысли ясные. Если бы речь была о существовании, то не было бы непонятно, что прежде происшедший и должен быть первым. Но так как Иоанн говорит о достоинстве, то справедливо и занимается решением представляющегося недоумения. И, вероятно, многие не удомевали. И о чем? От чего? И на каком основании пришедший после стал напереди? То есть оказался более достаточным? На такой вопрос он немедленно представляет причину, а причина та, что Христос по бытию первее его Иоанна. Не по какому-либо преуспеянию, говорит он, Христос меня прежде его пришедшего, оставил посади себя и сам стал напреди. Он первее меня, хотя и после меня приходит. Но, скажешь ты, если это говорено было о явлении Христа людям и о последующем прославлении его между ними, то каким образом о том, что еще не пришло к концу, он говорит так уже о бывшем. Он не сказал будет, но был. Но это у древних пророков было в обычае, чтобы, то есть о будущих событиях, говорит так, как бы уже о совершительстве. Так Исаия говорит об умерслении его, не сказал, что он как овся на заколании веден будет, в будущем временем, но как овся на заколании ведет, в том, 53-й глава, он в то время еще не воплотился, а пророк говорит о будущем событии, как уже о сбывшемся. И Давид, но знаменуя крест, не сказал, ископают руки мои и ноги мои, но ископали руки мои и ноги мои, и разделили ризы мои, и об одежде моей бросили зребий. Солом 21. Говоря и о предателе, который еще не родился, он так выражается, который ел хлеб мой, поднял на меня петлу. Солом 40. Десять. Подобным образом он говорит и о том, что произошло на кресте. Дали мне в пищу желт, и в жажде моей напоили меня уксусом. Солом 68. Хотите ли, чтобы мы продолжали дальше, или довольны этого? Я так думаю. Правда, мы этого участка не разработали по всей ширине его, зато проникли в глубину его, а в этом труда не меньше, при том же мы опасаемся, чтобы задержав вас свыше меры, не ослабить вас ревности. Итак, окончим слово надлежащим образом. А каким надлежащим образом? Словословием, подобающим Богу. Но Богу подобает словословие не на слове так, а гораздо более на самых делах. Тогда просветится сказано свет вас пред людьми, чтобы видели добрые дела ваши и прославили Отца вашего Небесного. И подлинно возлюбленный и от всего цветоноснее доброго образа жизни. Восемь восемь Выражение это и говорит один из мудрых, «Стезя праведных, как светила лучезарная» в 1314-18. Они не только светят самим тем, которые возжигают свет в делах своих, но и руководят на правый путь ближних их. Возлеем же велей в эти светильники, чтобы огонь поднялся выше и чтобы свет явился в изобилии. Велей этот имеет не только ныне много силы, но когда еще жертвы были в употреблении, он много превосходил силу их. Милостив сказано «хочу», а не «жертвы», осея 6. И совершенно справедливо тот жертвенник бездушный, а этот одушевленный, то есть сердце доброе, милостивое. Там все положенное на жертвенник делается добыча огня, обращается в тепло, разрешается залуить пыль, и дым рассеивается в воздухе. Здесь нет ничего такого, и плоды здесь другие, это показывает и Павел, говоря о богатстве любви к бедным. У Коринфян он писал «Ибо дело служения сего не только восполняет чудо святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу, ибо видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со стены. Молясь за вас по расположению к вам и за поизбыточествующую вас благодать Божию. Видишь ли, какая любовь к бедным разрешается в благодарение и хвалу Богу, в усердной молитве и в сламеннейшую любовь получивших благодеяния. Будем же возлюбленные приносить жертвы, будем приносить на этих жертвенников бездень. Жертвы эти важнее и молитв, и постов, и многих других дел, только бы были приносимы от прибыти праведного и таких же трудов и чисты от всякого любостяжания, хищения и насилия. Такие это приношения приемлет Бог, а другие, противоположные, отвергают и ненавидят. Он не хочет, чтобы мы его чтили жертвами чужих несчастьей. Такие жертвы нечисты и непотребны и скорее прогневали бы, чем умилостивили Бога. Поэтому должно прилагать все старание к тому, чтобы под видом служения не оскорбить того, кого мы хотим почтить. Если Каин, принесший Богу худшее, что у него было, и в этом не оказав неправды никому другому, подвергся крайнему наказанию, то не понесем ли мы наказание еще более тяжкого, когда принесем что-либо от течения и любостяжания. Поэтому Бог и явил нам этот вид заповеди. Разумеется, изречение милости хочу, а не жертвы, чтобы мы миловали, а не истязали сарабов. А кто берет принадлежащее другим и передает еще другому, тот не милует, а обижает и оказывает крайнюю несправедливость. Как камень не производит из себя елея, так и жестокосердие человеколюбие. Милостыня, имеющая такой корень, еще не есть милосердие. Поэтому я убеждаю вас обращать внимание не на то только, чтобы подавать нуждающимся, а и на то, чтобы это подаяние не было хищением у других, так как когда одни молятся, один молится, а другой проклинает, и голос услышит владыка. В трах 34 24 Если мы так тщательно будем вести себя, то по благодати Божией сможем сподобиться и от Бога великого человеколюбия, помилования и прощения во всем, в чем согрешили, в продолжении этого долгого времени, и избежать реки огненной, от которой добудем истечены все мы, и достигнем Царства Небесного, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, и с Которого и с Которым Отсутся Святым Духом слава во веки веков. Аминь.